В столице республики продолжается реконструкция московского моста. Участок дороги расширят вдвое. Посмотреть, что сейчас происходит на стройплощадке, и обсудить с подрядчиками первоочередные задачи отправился министр транспорта республики и наша съемочная группа. Тяжелая строительная техника и полторы сотни рабочих. На главной дорожной артерии Чебоксар вовсю кипит работа. Напомним, реализует масштабный проект фирма Перескер. Сейчас строители устанавливают пролетные строения. Это едва ли не самый ответственный, но в то же время и самый долгий процесс реконструкции моста. От точности исполнения зависит прочность и долголетие всей конструкции. Этот мост имеет у нас 9 опор. Все опоры готовы. Две крайние и семь промежуточных. Вот семь промежуточных, они имеют определенную форму, вот именно архитектурную. И само строительство одной опоры занимает у нас порядка месяца. Была изготовлена для них специальная металлическая опалубка. Все мосты у нас два зеркальных. Они будут практически зеркальные друг к другу. Между ними будет расстояние 2 метра. Вот и сейчас первое пролетное строение мы планируем сделать 24 марта. Возведение пролетов между опорами моста планируют завершить в конце июня. После обустройство поверхности и гидроизоляция. Первый асфальт появится уже в августе. По качеству работ гемподрядчик показал себя с хорошей стороны. Бывают нюансы, бывает кто не работает, тот не ошибается. Бетон у нас как бы отбирается совместно с подрядчиками. Они отбор берут. Мы со своей стороны отбор берем, везем в Казань, в лабораторию. И проверяем на качество материала. Общая стоимость реконструкции превышает 1,5 миллиарда рублей. Финансирование в этом году составляет почти 400 миллионов. Средства поступили из федерального, республиканского и городского бюджетов. Строительство идет четко по графику, даже с небольшим опережением графика. Сегодня сверяли часы. Для того, чтобы закончить строительство, необходимо завести 300 бетонных мешалок по 7 кубов бетона. То есть еще вот 3000 кубов где-то бетона необходимо для завершения строительства. За это дорогостоящий и в техническом плане уникальный проект взялись еще в декабре 2015 года. Мост давно находился в аварийном состоянии. Оставлять его в прежнем виде было небезопасно. Ежедневный поток машин создавал здесь крупные пробки. Тогда было решено не просто отремонтировать дорожные покрытия, а построить важный для столицы объект заново. Напомним, первую очередь моста сдали летом прошлого года. Город совместно с генподрядчиком Пелискер вложили много сил для того, чтобы город не испытывал больших проблем в движении по нему. Это, как вы видите, организовано движение. Регулярно меняем светофорное движение в зависимости, работу светофора в зависимости от количества автомобилей. Широкий шестиполосный мост, отвечающий всем современным требованиям, чебоксары получат в конце ноября 2018 года. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика.